Всем привет! Меня зовут Ирина и в этом видео я хотела показать вам свои комнатные растения. Как видите, у меня много фиалочек, сейчас мы по ним пройдемся. Но начнем мы, пожалуй, с вот этого гигантика. Это кипарис лимонный и декоративная травка солеролия. Вот так выглядит эта травка. Она очень быстро нарастает. А сам кипарис лимонный от того, что когда проводишь по нем рукой, он издает такой приятный лимонный запах. Вот он у меня уже такой довольно высокий стал. Также у меня растет комнатный гранат. Три штучки. Посадила четыре семечка, все четыре зашли. Один я уже отдала бабушке. Тут на одном гранатике даже есть плодик. Я их уже немножко обрезала, подготовила к зиме. И скоро отправлю их на зимовку. В более прохладное место. В углу у меня там растет салат. Обычный, купленный в магазине уже в маленьком горшочке. Просто посаженный чуть в большее количество земли. Вот немножко растет, мы его потихонечку едим. И где-то там у меня есть хавортиаладеевидная. Маленькая, но на другом подоконнике есть побольше. Я вам там покажу. Это у меня фиалочка стандарт. Называется кровавая орхидея. Она цветет большими бордовыми цветами. Такая размашистая в листве. И тут у меня фиалочки поменьше. Обычная фиолетовая. Я не знаю, как называется этот сорт. Она у нас еще с детства. Мы ее все пересаживаем, обновляем. Вот. И до сих пор она у нас растет. Это Робс Ванилла Трейл. Трейлерная ампельная фиалка. У нее свисающие побеги. Длинные. В общем, довольно необычное растение. Я о нем рассказывала в другом видео. Переходите по ссылочкам, чтобы посмотреть. Тут у меня мое недавнее растение. Отжала его у бабушки. И вот, как она недавно зацвела. Это промышленный сорт. Я не знаю, пока его название. Но цветет он шапкой такой. Вот еще один промышленный сорт. Рококо Роуз. Это полумини. Ценится за свою герл листву. Тоже будет свисти шапочкой. Вот у нее деточка. Тот же самый сорт уже цветет. Это у меня очеток шталя, по-моему. Только один череночек. Он еще не успел разрастись. Не так давно посадила. И это у меня детки фиолетовые фиалочки. И тут моя самая любимая фиалочка. Красавица Оптимара Антарио. Или Дженни Уайт. Она цветет просто постоянно. Огромной шапкой белоснежной. Это она только начала цвести. В основном шапка у нее просто большая. Я вставлю фотографию. Цветочек у нее простой. Но цветет она довольно красиво. Из-за их количества. И теперь перейдем на другой подоконник. На этом подоконнике у меня растения побольше. Начнем с Замиакулькаса. Вот у меня такой же красавец вымахал. Толстенькие стебли. Здесь у меня лежит циолит в декоративных целях. Тут у меня пока что стоит миниатюрная роза. Крылья ангела. Я ее уже обрезала и подготовила к зимовке. И сейчас после видео отправлю в более прохладное место. И тут у меня куча деток фиалок. Все та же Робс Ванила Трейл. Детки уже знакомых вам фиалочек. Тут тоже. И вот вы видите какая большая кровавая орхидея. По сравнению с остальными. И тут у меня красавица Хавортия Ладьевидная. Мне она нравится из-за своей светло-зелененькой листвы. И у нее уже тоже куча деточек. Здесь все те же детки кровавой орхидеи. И Робс Ванила Трейл. И два больших растения. Это Молочай Беложильчатый. Ему уже более 10 лет. Тут он поддавался формировке. Сейчас он немножечко полистопадил. Поэтому такой немножко негустой. Лысоватый даже. И рядышком с ним мурая. Я ее недавно обрезала. Также обрезала пока не все ветки. Вот видите она раскидистая получилась. На двух этих ветках еще есть ягодки недозревшие. Поэтому я их пока оставила. Ей уже около 3 лет. У нее такой замечательный уже ствол. Правда она почему-то дала мне моноветку. Но ничего, я думаю это немножечко исправить формировкой. Зато цветет она превосходно. Цветки ароматные. С запахом лимона и жасмина. И так как мы живем в частном доме. Я выставила себе на балкончик. Очень красивую хоризонтемку. Она стоит у меня на лестничной площадке. Сегодня пока все. В следующей части я покажу вам другие мои растения. До новых встреч!